добрый день друзья сегодня поделюсь опытом по выбору мультяшных персонажей плюсы и минусы мультяшных персонажей безусловно мультяшные персонажи сами по себе очень интересные работы они яркие дети их любят легко узнают они хорошо продаются но любой мультяшный персонаж защищен авторскими правами если вы хотите на этом деле зарабатывать то рано или поздно вам стал придется столкнуться с нарушением авторских прав в одном случае для кого-то это обходится легким испугом в других случаях это очень серьезные денежные штрафы за нарушение авторских прав это первый минус то есть нарушение авторских прав все мультяшки защищены авторскими правами это нас миллионы это маша и медведи это смешарики и все они защищены авторскими правами 1 минус 2 минус любой мультяшный персонаж имеет очень большую широкую палитру покажу то есть цветов у него много и не каждая стандартная копилка к примеру обладает настолько яркими сочными цветами например один из персонажа он не обладает такой широкой палитры у него два три цвета и все причем эти цвета стандартные здесь же если рассматриваем мультяшек все цвета яркие они необычные чтобы цепляли детей и не всегда вы сможете найти подобный оттенок или color в магазине чтобы повторить данную работу это 2 минус 3 минус цветов очень много черный серый коричневый белый зеленый серебро чтобы раскрасить одного персонажа вас ваша палитра должна очень сильно расшириться если стандартном случае наша банка краски емкостью 0 9 килограмм стоит 300 350 рублей то чтобы получить вот такой яркий ядовитый оттенок банка краски сразу вырастает в цене порядка до 700 рублей причем этих оттенков у вас становится не 3 а 6 или 7 в качестве если мы рассматриваем мультяшных персонажей третий минус который я вижу при выборе данных работ раскрашивать чтобы вот эти вот работы надо работать кистью здесь не получится красить краска пультом или аэрографом я думаю вам хорошо сейчас видно что какой четкий переход от 1 до границы цвета в другой и этот переход везде результате красим и кисть работать кистью очень долго времени занимает это очень много результате производительность ваша очень сильно снижается и за день вместо 30 или 50 работ вы сможете сделать только 10-15 ну а цена у них если размеру небольшой будет точно такая же как у стандартной копилке вот возьмем готовый отлитый один в один чтобы его раскрасить основной цвет примеру серый тату вы еще можете нанести аэрографом или краска пультом а все остальные цвета черный белый коричневый чтобы не залезть на границе и был четкий переход вам придется красить вручную при помощи кисть это очень много отнимает время если мы рассматриваем с точки зрения коммерческой что нам надо за день сделать как можно больше работ то это не выгодно вот еще один персонаж здесь все то же самое все они отлиты из гипса все они пустотелы все они отливались на станке к этой же группе персонажей относятся и наши ангелочки они тоже безумно милые привлекательные имеют спрос пользуются но чтобы раскрасить данные работы вам также потребуется основной цвет нанести краскопультом или аэрографом примеру белый а все остальное раскрашивать вручную это сердце раскрасить на красным лепестки роз надо будет раскрасить красным но и на голове тоже самое все розочки мы красим вручную при помощи кисти это а еще и глаза если это очень очень занимает много времени на такую работу а цена ее поскольку размер небольшой будет как стандартная копилка времени уйдет на работу больше а заработаете вы меньше это мы рассматриваем с точки зрения экономики поэтому данные работы обладает огромным количеством минусом резюмируем какие защищены авторскими правами имеет очень очень много широкую палитру то есть цветов в своем наборе красятся они в основном вручную занимают очень очень много времени на раскраску зарабатывайте вы при этом меньше еще при этом рискуете что вас могут обвинить за нарушение авторских прав теперь зная всю эту информацию можно задуматься стоит ли мне выбирать данных персонажей в качестве заработка если вы рассматриваете данных персонажей в качестве своего хобби увлечения или дополнительного примеру расширения ассортиментом возможно можно их рассмотреть то есть подарить племяннику другу ребенку в школу занимаетесь в примеру производством сувенирной продукции и какой-то конкурс на какой-то праздник для детей в школе или детском саду тогда данных персонажей можно рассмотреть но не с точки зрения коммерции чтобы уберечь себя от нарушения авторских прав любой персонаж который появился мультики он защищен авторским правом надеюсь мой опыт который я с вами только что поделился будет очень полезен и вы будете правильно выбирать свои модели